Так больше продолжаться не может. Прыщи, вам не место на моём лице. И обойдёмся без косметологов. Будем действовать по старинке. О нет, что ты делаешь, Мэри? Давить прыщи — вредная привычка. Прочь руки от лица. А если так и тянет что-нибудь давить, сделай себе косметический поп-ит. Причём здесь этот старый журнал. Сейчас всё узнаешь. Нам понадобятся красный фоамиран, ножницы и канцелярский нож. Приступаем. Из фоамирана вырезаем такие заготовки. Делаем надрез треугольник. Соединяем края и склеиваем. Всё просто. На обложке журнала вырезаем кружочки. Помещаем в них красные пирамидки. Смотри, что получилось. Даже у девушек с обложки не идеальная кожа. Да-да, у них тоже бывают прыщи. Одна эта мысль уже избавляет от стресса. Держи. Теперь тебе будет чем заняться. Скорее выдавливай их, Мэри. Да ведь искусственные прыщи намного безопаснее. К тому же, это так успокаивает. Всем приготовиться? Поп-ит матч начинается. Кто быстрее прощёлкает все цвета, тот и победил. Это будет схватка века. Но мисс Бетти в своём репертуаре. Тишина в классе. И ничего постороннего за партой. Немедленно сдать все игрушки. Поп-иты отправляются на временное хранение к мисс Бетти. Обидно. К счастью, у Сью есть поп-ит-заменитель. Силиконовая формочка для льда. Мэри, попробуй. Тебе понравится. Вау, какие большие ячейки. Ага, просто супер. Так, игра окончена. О нет, мисс Бетти, как всегда, на чеку. Безнадёжно. Этот урок уже не спасти. Но у Мэри есть кое-что получше формочек для льда. Расчёска. Вау, да это же один большой поп-ит. Супер-гаджет, который спасёт от скуки. И что у вас там? Ещё один поп-ит? Ничего противозаконного, только расчёска. Кажется, мисс Бетти поверила. Можно продолжать развлекаться. Ммм, утренний кофе такой ароматный. Ауч, и очень горячий. Хорошо, что у Сью есть подставка для обжигающих напитков. Поп-ит ещё и не на такое способен. А как насчёт чего-нибудь попрохладнее? Смотри, наливаем кофе в поп-ит. Только аккуратно, не обожгись. Ставим в морозилку до полного застывания. А теперь берём стакан молока. Шаг номер два. Добавить в него немного кофейного льда. На счёт три перемешиваем. Но всё можно пить. Ммм, очень вкусный напиток. Особенно с пузырчатым шоколадом. Идеальное сочетание. Попробуй. Сколько интересных игр можно придумать с поп-итом? Правила элементарны. Бросай кубик и ходи. Ход за Мэри. И это безоговорочная победа. Мэри полагается... Вкусный фриз. Как насчёт жвачки? Лови. Сьюа, тебе это ничего не напоминает? Хорошенько расправляем блистер. Это же вылитый поп-ит. Вау. Подруга, у меня идея. Пора сделать что-то по-настоящему грандиозное. Берём блистер от жвачки. Освобождаем от содержимого. И убираем фольгу. А теперь время творчества. Покрываем блистер красной гуашью. Из картона вырезаем мускулистого парня. Размечаем и вырезаем отверстие по форме блистера. Вставляем в него блистер поп-ит. Закрепляем кубики термопистолетом. Готово. Вполне подходит для оригинального подарка. Смотри, Джеку нравится. Вау, вот это кубики. Игрушка два в одном. И стресс снимет. И напомнит о тренировке на крес. Плодотворная тренировка подошла к концу. Пора собираться домой. И почему люди бывают такими невнимательными? Даже как-то неприлично раскидывать повсюду свои коврики. Подруга, а ведь он нам может пригодиться. Сделаем из него гигантский симпл-димпл. Еще нам потребуется три фитнес-меча. И, конечно, ножницы. Вырезаем в коврике три круга. А потом вставляем в отверстие мячи. И не забываем, что даже у гигантской игрушки должна быть та самая форма. Мэри, попробуй. Получилось здорово. Жаль только, что этот симпл-димпл не спрячешь в кармане. Ага, великоватый получился брелок. Что сегодня на завтрак? Яичница. Неплохо. Обожаю глазунью. Все готово. Можно приступать. Ах, вот бы была вечная яичница. И это вполне осуществимо. Для начала потребуется желтый воздушный пластилин и шарик от пинг-понга. Смотри, это просто. Облипливаем шарик, чтобы придать пластилину нужную форму. Готово. А теперь берем белый картон. Рисуем яичницу. И вырезаем по контуру. Нам потребуются две таких заготовки. Вкладываем между ними пластилиновый желток. Склеиваем. Ну вот, идеальная яичница готова. Нажимаем на желток. Вот оно счастье. Приготовишь такой же поп-ит? Гигиена пребывше всего. Но как бесит это неуловимое мыло. Так и норовит ускользнуть. Есть один лайфхак? Ага. Поп-ит можно не только щелкать, но и применять с пользой. Пусть немного побудет мыльницей. Ярко и удобно. Отличное решение для ванной комнаты. У Сью очередная гениальная идея. Нужно только найти все-все поп-иты. Один есть. Ага, вот еще один. И еще. И как оказалось, их накопилось немало. Пробил ваш час, дорогие. Поехали. Раскладываем игрушки в два ряда. Склеиваем горячим пистолетом. Вуаля. Радужный коврик для ванной готов. Как красиво. А главное, водные процедуры теперь полностью безопасны. Резиновый поп-ит. Лучшая защита от скольжения. Поп-иты на топике. Это что-то новенькое. Привет, девчонки. Как дела? Вау. А можно щелкнуть? Нет-нет, Джек. Руками не трогать. Сходить в спортзал и не сделать парочку селфи – настоящее преступление. Но сегодня фотогеничность явно не на стороне Мэри. Никуда не годится. Мэри не помешает успокоиться. Значит, делаем симпл-димпл. Вырезаем из фоамирана классическую форму игрушки. И берем несколько цветных мячиков с шипами. По размеру мячей вырезаем в основе круги. Почти готово. Раскладываем резиновых ёжиков по ячейкам. Закрепляем термопистолетом. Отлично, держится крепко. Можно использовать по назначению. Мэри, забудь о стрессе. Это поможет тебе расслабиться. А еще с симпл-димплом получаются самые яркие фото. Ага, просто супер. Двойная польза от спортзала. Сбрасывая вес, сбрасываешь стресс. Да, ничего только не придумают. Понравились наши лайфхаки? А как ты используешь свой поп-ит? Или у тебя симпл-димпл? Расскажи в комментариях. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти новые лайфхаки с популярными играми на канале Трум-Трум Селект. Субтитры сделал DimaTorzok